Весь мир сегодня стал свидетелем исторического события. В Кремле состоялось подписание договора между Россией, Крымом и Севастополем о принятии их в состав Российской Федерации. О том, что происходило в Москве и как поддержали произошедшие жители Среднего Урала, расскажет Юлия Воронина. Эти кадры уже стали новейшей историей. С момента подписания этого документа, Республика Крым и город Севастополь стали субъектами Российской Федерации. Владимир Путин выступил перед членами Федерального Собрания со специальным посланием. В своей речи глава государства объяснил, почему считает целесообразным вхождение Крыма в состав России. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. Он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. Вместе со своими коллегами из других регионов при оглашении послания и подписании договора присутствовал губернатор Евгений Куйвышев. Глава региона отметил, что решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией зал принял единодушно. Это очень праздничный и торжественный день сегодня. Предстоит еще вместе поработать. Мы теперь равноправный субъект. И, безусловно, будем делать все, чтобы поскорее Крым влился. Влился не только юридически, а влился в общую семью субъектов Российской Федерации. Я думаю, что этот процесс пойдет очень быстро и безболезно. Напомним, по итогам прошедшего в Крыму 16 марта референдума почти 97% проголосовавших жителей полуострова высказались за объединение с Россией. Сегодня крымчан поддержали и жители уральской столицы. В Екатеринбурге прошел многотысячный митинг. Добро пожаловать домой, дорогие крымчане! Представители общественных организаций, профсоюзного движения, студенты и просто неравнодушные горожане. Все они собрались для того, чтобы высказать свое отношение к итогам крымского референдума. Я думаю, что нам должно быть очень приятно, что россияне, проживающие в другой стране, доверяют настолько нашему правительству, нашему президенту. Мы поддерживаем жителей Крыма, мы очень рады, что их мечтают полностью, что они присоединяются к нам. И полностью поддерживаем их решение и решение нашего правительства. Я вообще все воскресенье, все каналы только переключал, смотрел, как идет. И мы все смотрели ночные новости с Крыма, когда народ вышел на улицы Крыма. И когда он просто радовал, надо было видеть лица наших людей, наших соотечественников уже сейчас, как они радовались. Безусловно, проведение крымского референдума и вхождение полуострова в состав России – решение политическое. Тем не менее, большинство пришедших сегодня на митинг заявляют, о политике они не думают. Просто радуют тому, что Крым снова вернулся в состав России и уже строят планы на будущее. Например, Свердловская мускомедия уже спланировала высадку культурного десанта. Уже летом артисты театра отправятся на гастроли. Нас только вкратце оповестили. Мы там кричали все на спектакле «Ура!» «Ура! Это будет в июле, где-то в 20-х числах июля. Мы едем на гастроли в Симферополь, потом в Севастополь. Кто-то будет их поддерживать, кто-то будет материально, кто-то еще как-то. А мы их морально будем поддерживать». А в это время огромный флаг. 50 метров в длину и 9 в ширину уральские студенты повесили на мосту в самом центре Екатеринбурга. Решению о присоединении рады не только сами крымчане. На Урале множество людей восприняло новость об объединении с воодушевлением. У Алены Братухиной в Крыму живут родственники. Девушка уверена, Черноморское побережье лучше Турции и Египта. Сейчас, рассказывает Алена, все жители Крымского полуострова смотрят в будущее с оптимизмом. «Сейчас настроение у всех хорошее. Голосовали вообще с желанием. И они думают о том, чтобы развивать Крым. То есть у нас там племянники молодые. Они работают не только в курортной сфере, но и в сельскохозяйственной. Сегодня, конечно, эйфория у них у всех, что все состоялось, все прошло очень хорошо». С даты подписания договора, то есть сегодняшнего дня, Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию. Теперь документ подлежит ратификации парламентом. А уже в конце марта в Крыму намерены ввести московское время и установить двойную валюту – рубли и гривны. Юлия Воронина, Дарья Степанова, Ирина Васькина и Павел Гущин. События ОТВ.